Белорусская медицинская академия Уникальный учебно-педагогический и научный центр, реализующий систему непрерывного повышения квалификации и переподготовки врачей, преподавателей медицинских вузов и ученых Республики Беларусь. Именно отсюда начинается то, что потом распространяется в города и районы. Именно отсюда начинается то, что доходит до практически каждого жителя нашей страны в виде медицинской помощи, которая ему оказывается. Я должен констатировать, что проводится колоссальная работа, чтобы не опоздать за тем несущимся на всех парах локомотивом, который имеется сегодня в мировой науке и в мировой медицине. Ежегодно повышение квалификации и переподготовку в Белорусской медицинской академии после дипломного образования проходит более 18 тысяч врачей. Цифра огромна, и она позволяет представить, насколько серьезно государство относится к поддержанию высокого уровня отечественной медицины. А в рамках СНГ это система, которая слаженно работает еще со времен Советского Союза. Система очень интересная, система дружная. Мы, если вы, наверное, меня спросите, а как мы сейчас работаем вместе, мы работаем дружно. Мы объединены практически в ассоциацию дополнительного образования стран СНГ. Очевидно, чтобы учить других, нужно самому постоянно стремиться к знаниям. В академии работают два академика и два члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, три заслуженных деятеля науки, три заслуженных врача, 30 членов других академий, 59 профессоров, 167 доцентов. Одна из главных задач Белорусской медицинской академии после дипломного образования на сегодня – это не только поддержание уровня квалификации врача, но и внедрение самых передовых методов лечения. Наушно-технический прогресс сейчас движется так, что всё должно внедряться, как только появляется. Оно должно внедряться, естественно, в повседневную врачебную практику. Если лет 50 тому назад доктор, получив образование, то есть он считался, что его подготовили, то сейчас подготовка должна идти в течение всей жизни. Кроме методичной, последовательной и масштабной работы по повышению квалификации врачей, сотрудники академии проводят огромную исследовательскую работу. Среди всех организаций Министерства здравоохранения академия получила самое большое количество патентов. Её сотрудниками были опубликованы 1348 научных работ. Постоянное участие в научных форумах, огромное количество наград, полученных за вклад в медицину, доказательство того, насколько серьёзно относятся преподаватели академии к своей работе. Стоит отметить, что научные исследования, которые проводятся на базе БелМАПУ, имеют огромное значение не только для теоретической медицины. Мы, в свою очередь, на базе нашей Академии научно-исследовательской лаборатории и кафедры в тесном содружестве сотрудниками Института биорганической химии, Национальной академии наук, на кафедре аналитической химии Белорусского государственного университета создали такие технологии, которые являются пионерскими. И они в настоящее время широко используются, поскольку освоен выпуск соответствующих наборов реагентов. Они признаны как инновационные официально Государственным комитетом по науке и технологии. А вот кафедра рефлексотерапии Белорусской медицинской академии последипломного образования может гордиться внедрением в практику белорусской рефлексотерапии методов традиционной китайской медицины. Главной их базой стал Центр традиционной восточной медицины, основанный в 2009 году по поручению президента. Основная задача кафедры рефлексотерапии – это проведение учебного процесса по рефлексотерапии и традиционной восточной медицины. Во всех областных городах работают врачи, прошедшие обучение на кафедре рефлексотерапии. А в ближайшее время, к 2018 году, в областных городах Республики Беларусь будут созданы центры традиционной восточной медицины, где работать будут врачи, прошедшие обучение на кафедре рефлексотерапии совместно с китайскими специалистами. О высоком уровне Белорусской академии последипломного образования говорит и огромное количество иностранных слушателей. С нами достаточно легко и с интересом контактируют иностранные специалисты. Когда мы их приглашаем выступить, они с радостью едут, но они с радостью слушают и с интересом слушают и наше выступление, потому что достаточно много страной было сделано для того, чтобы планку поднять. Только в 2015 году на стажировках, повышении квалификации и переподготовке в БелМАПО прошли обучение иностранные врачи-специалисты более чем из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. В академии обучаются специалисты из Казахстана, Грузии, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана. У нас очень тесные взаимосвязи с российскими учеными, с Казахстаном, с Туркменистаном, с Прибалтикой. Мы постоянно обмениваемся информацией. Это первое. Второе. Мы отслеживаем и зарубежные публикации, зарубежные тенденции. И сегодня в педиатрической практике все подходы к диагностике, к лечению, профилактике, реабилитации, они на уровне мировых. Интенсивное внедрение цифровых технологий – еще одна отличительная черта Белорусской медицинской академии после дипломного образования. Современные технологии позволили самым высококлассным, самым редким специалистам стать ближе к своим пациентам. Онлайн-консультации и онлайн-семинары для врачей из регионов – сегодня уже не диковинка, а постоянная практика. Врачу и пациенту обычной районной больницы предоставляется возможность получить дистанционную консультацию лучших специалистов, экономя при этом рабочее время и бюджетное средство. Это очень важный момент. Все преподаватели академии – в первую очередь высококлассные специалисты. И помимо чисто академической работы, большинство из них – практикующие врачи. Это отчетливо понимают те, кому доводилось бывать в больницах, где расположены кафедры академии. В отличие от всех других вузов, мы совмещаем лечебную работу и педагогическую, особенно хирурги. Мы обязаны лично оперировать, чтобы своим опытом, своим примером, а не только лекциям учить хирургов. Поэтому вот это, наверное, самое важное и эффективное, то есть обучение практическое, к чему, собственно, нас не здравый поталкивает. И мы стараемся в этом плане совершенствоваться, чтобы было больше практического, нового. А участие в различных международных конгрессах дает лично нам, преподавателям, тоже новые знания, которыми мы немедленно делимся. Огромная помощь, которую оказывает Академия последипломного образования практической медицине, просто не может остаться незамеченной. Ведь речь идет о десятках тысяч консультаций в год. Самые сложные случаи со всей республики попадают именно сюда, на кафедры Белорусской медицинской академии последипломного образования, расположенная на базе клиник города Минска. Так у каждого больного появляется шанс получить помощь самых высококлассных специалистов в стране. Всегда клинические кафедры – это наиболее сильные клиницисты, которые консультируют и ведут самые сложные клинические случаи. Это не просто еще преимущество коллегиального отношения с дружественными кафедрами, но у нас на базе 10-й городской клинической больницы – это республиканский офтермологический центр. Он-то на функциональной основе, но здесь концентрируются самые сложные пациенты с патологией, которые просто не смогли помочь по месту жительства. И мы получаемся, ну, как истина, в последней инстанции в нашей стране, и даже не только для пациентов нашей страны, но и ближнего, и дальнего зарубежья. Слушатели академии получают шанс не просто узнать о новых методах лечения, но и поделиться опытом. Любой сложный пациент должен осматриваться сообща. Грамотный клиницист никогда не будет амбициозен и категоричен. И я не считаю для себя зазорным, если я вижу сложный клинический случай, пригласить своих молодых коллег не только для того, чтобы их получить чему-то, но и в том числе, чтобы услышать разные точки зрения. Внедрение передовых методов медицины в клиническую практику – это зачастую именно результат работы кафедр Белорусской медицинской академии последипломного образования. В качестве примера могу привести простой пример. То, что приносит пользу и для пациентов, и для консультантов, и для врачей – это диагностика целой серии заболеваний по анализу выдыхаемого воздуха. Эта разработка была известна, но в Республике Беларусь ее не существовало. И благодаря активности кафедры на всех уровнях, на уровне Министерства здравоохранения, на других уровнях, было закуплено соответствующее оборудование. Более того, кафедра разрабатывает собственные разработки. Это уже вторая часть. Эта часть касается научной работы и внедрения этих разработок. Кафедра с 2010 по 2012 год разработала два лекарственных препарата для лечения хронических диффузных заболеваний печени, которые в Республике зарегистрированы и которые пользуются спросом. И на сегодняшний день это не только здесь, в Центре, это вообще по всей Республике. О том, насколько важно руководителям здравоохранения проходить специальную подготовку, говорить не принято. Но ведь у врача, вступающего в должность, появляется огромный круг новых обязанностей, не всегда связанных с медициной. Знания законодательства, навыки организатора и хозяйственника. Этому тоже можно и нужно учиться. Раньше это была месячная подготовка, теперь краткосрочная, двухнедельная подготовка руководителя и организации здравоохранения. Во всяком случае, обеспечивается подготовка, переподготовка руководителей с получением диплома организатора здравоохранения. Знаний никогда не бывает достаточно. Обычный человек может пренебречь этой аксиомой. Но для врача постоянное повышение своей квалификации – насущная необходимость. На протяжении вот уже 85 лет Белорусская медицинская академия последипломного образования гарант того, что у каждого врача в стране есть возможность стать специалистом самого высокого уровня. Продолжение следует...